Добрый вечер! Сегодня у нас с вами вторая лекция, она посвящена веб-поиску и поисковому спайдеру. Меня зовут Сергупова Юлия, я ваш лектор на сегодня, и я буду читать еще пару лекций про дубликату в середине курса. Но это не самая интересная часть лекции. Итак, о чем мы сегодня будем говорить с вами? Мы сегодня поговорим о том, что такое веб-поиск, откуда он вообще взялся, зачем он нужен, и о самой базовой, основной части веб-поиска, а именно о поисковом спайдере. Кроме того, будет несколько активностей, но не в смысле практикума, а чисто вопросы в зал, так что слушайте внимательно, готовьтесь думать о том, что именно вы услышите. Ну и, конечно же, не забывайте о практике, то есть все эти знания, в общем-то, рано или поздно вам потребуется применить для выполнения той или иной домашки. Итак, вначале давайте определимся с терминологией. Начнем с того, что интернет и всемирная сеть — это разные вещи. Кто знает почему? Да, интернет в смысле глобальная сеть, а не браузер интернет. В общем, на самом деле они очень похожи, их очень часто используют как синонимы, различаются они чисто разными уровнями абстракции. То есть интернет — это именно компьютерная сеть, это железный уровень абстракции, а всемирная сеть — это некий абстрактный набор документов и данных, которые на этой железной сети сверху развернут. Такое тонкое разграничение нам в общем-то не нужно, поэтому можно использовать как один, так и другой термин, но чтобы вы чисто знали, что они, в общем-то, различаются между собой. Итак, давайте совершим небольшой экскурс в историю и посмотрим, с чего все началось. А началось все, как ни странно, вот с этого. Что это такое? Да, это первый спутник, который был запущен в космос Советским Союзом. Как вы знаете, в то время шла холодная война, и поэтому запуск этого спутника вызвал небывалую волну паники среди военных чинов разных стран, в том числе США. И они решили, что надо как-то с этим бороться, так как спутник хоть и мирный, но может быть использован в военных целях. Значит, если противник вышел в космос, надо суметь дать ему отпор на Земле, так как пока в космос они ничего не запустили. Соответственно, надо было придумать такую систему, чтобы разные военные части, разные подразделения могли координироваться между собой, передавать большие объемы данных, находясь при этом на разных сторонах континента. Разрабатывали проект очень долго, пока в итоге в 1969 году, а именно 29 октября, это можно считать днем рождения интернета, не была установлена связь между двумя университетами, которые находились, соответственно, на западном и восточном побережье США, то есть в Калифорнии и Массачусетсе. Первое сообщение, которое было передано между компьютерами, содержалось в его две буквы L, O, вообще это должно было быть лог, логин, но уже тогда сети падали, все сломалось, спустя несколько часов наконец-таки починили, допередали все сообщение целиком и решили, что вот теперь оно наконец-таки работает. На этом, естественно, они остановились, разрабатывались разные стандарты. И так как работали над интернетом, над его развитием люди, естественно, они хотели сделать так, чтобы им было удобно и приятно работать. Соответственно, довешивали всякие на тот момент весьма новаторские вещи, которые сейчас мы воспринимаем как должные. Например, тогда в 1971 году появилась первая почтовая программа, и именно тогда почтовые адреса стали иметь тот вид, к которому мы привыкли видеть сейчас, то есть появилась собака. Собака означает «эт», то есть какой-то пользователь на какой-то машине. В наше время это обозначает на какой-то почтовой системе. Далее, в 1973 году интернет уже вышел за рамки континента Северной Америки и стал международным. Подключилась еще Великобритания и Норвегия. Для подключения использовался тот самый кабель, который был протянут по дну Атлантического океана. Итак, дальше. В 1981 году уже целых 200 машин. Это уже не какие-то там два или четыре университета. Именно тогда интернет как железный уровень объединяется наконец-таки с информационным уровнем абстракции, то есть с Северной Сетью. И IBM уже тогда не стояла на месте. Они решили выпустить первый массовый компьютер. Рекламная акция при этом была достаточно интересной, то есть они сами слабо представляли, как может заинтересовать пользователей. И основной упор делали на то, что интернет будет за вас подсчитывать налоговые декларации, заполнять за вас счета, делать все вычисления сложные и нудные. Именно в те времена компьютер еще не рассматривался как развлечение. На что делается упор, например, сейчас. Дальше. 1985 год. Идем все дальше и дальше. У нас есть первый зарегистрированный домен simbolics.com. К сожалению, его изначально владельцы в руках удержать не смогли. В 2009 году его перекупили, и сейчас там просто рекламный сайт с множеством баннеров. Ничего интересного. Интересный осталось на другом сайте. Первый сайт, который был запущен 6 августа 1991 года. Он существует до сих пор. По этой ссылке можно перейти. Там практически тот же самый контент, который был в те времена. То есть вот такой осколок истории на просторах интернета. И уже в те времена, понятно, что где есть первый сайт, там есть второй, третий. Данных становится все больше. Можно задаться уже вопросом, нужен ли нам вообще поиск. То есть, наверное, нужен. Давайте посмотрим с точки зрения современной ситуации, зачем он нам нужен. Во-первых, он нужен пользователям, очевидно, чтобы найти что-то, что либо нужно, либо просто интересно. Некоторые просто, чтобы найти. Как бы то ни было, для поиска актуальной информации нужен поиск. Как бы это странно ни звучало. Да, владельцам сайтов поисковые системы тоже нужны, потому что они хотят, чтобы о них узнали. Причем узнали не из уст в уста по сарафанному радио, а именно, чтобы целевая аудитория нашла их через запросы в поисковые системы. Кроме того, появляется возможность заработать на рекламе. Как вы знаете, многие сайты развешивают на своих страницах баннеры, и за каждый просмотр такой рекламы, либо за случайный клик, им платят. Соответственно, они пытаются за счет этого заработать. И тут начинается противостояние поисковых систем и сайтов. С одной стороны, поисковой системе интересно показывать пользователю полезные сайты и научиться как-то отбирать действительно полезные среди того множества, что предоставляют веб-мастера. А веб-мастерам интересно, чтобы именно их сайт, независимо от его полезности, показывался на первых позициях поиска. Соответственно, они пытаются как-то замаскироваться под полезный контент, мимикрируют, прячут рекламу, прячут баннеры. Значит, вот это противостояние длится очень долго, и о нем мы с вами, кстати, еще не раз поговорим. Ну и кроме всего прочего, кто-то должен поддерживать весь веб. То есть все эти деньги, которые, ну не все, большая часть, которые получены с контекстной рекламы как поисковыми системами, так и веб-мастерами, в общем-то расходуются на улучшение инфраструктуры, на увеличение ширины канала, на более стабильные сервера и так далее. То есть, в общем-то, польза всем, в том числе и всемирной сети. Итак, давайте поговорим об истории поисковых систем. Значит, вначале данных было мало, и на сайте университета Иллинойса была специальная страница, где ответственный человек вбивал регулярно вручную все новые страницы, которые появлялись на тот момент еще в небольшом интернете. Ну да, можно представить, что выглядело примерно так. Естественно, долго так продолжаться не могло, так как информации добавлялось все больше и больше. Так, в 90-м году появляется первая поисковая программа. Это еще не система, это именно программа Archie, которая обходила известные EFTP-сервера, собирала заголовки файлов и по ним строила индекс, в котором уже пользователь мог найти нужную ему информацию. На основе этой логики был в 93-м году создан AliWeb, так называемый индекс веба, похожий на Archie. Там была несколько другая ситуация, то есть не обкачивались EFTP-сервера, не собирались заголовки. Администраторы сайтов, вебмастера в современной терминологии готовили заранее списки документов, которые, как они считали, должен был знать поисковик, и отдавали ему по запросу. Соответственно, можно AliWeb считать первой поисковой системой. Далее появился такой поисковик, как W3-каталог. Можно считать, что это первый агрегатор, он ничего не искал, он собирал уже готовые списки страниц, то есть так же, как сейчас, например, делают некоторые новостные агрегаторы. И так же WorldWideWebWanderer — это первый, собственно, поисковик, который именно обходил страницы. Дальше. В 94-м году становится понятно, что одних заголовков и файлов от вебмастеров маловато. Надо обкачивать сами страницы. Появляются так называемые keyword-based системы. Они в своем поиске основывались на ключевых словах, которые были в документе. Об этом мы сейчас с вами поговорим. И одним из первых поисковиков, которые пользовались такой системой, был AltaVista. Он просуществовал долго, то есть с 94-го до 2013-го года. И на самом деле это был очень новаторский поисковик. Именно этот поисковик внедрил многие фичи, которые сейчас используются остальными поисковыми системами и принимаются пользователями как должное. В частности, они первыми стали использовать короткий домен. То есть понятно, что в качестве статистики более 70% пользователей не пользуются закладками в браузерах. То есть они либо копируют откуда-то готовый URL, либо переходят по нему, либо даже вбивают его вручную. Соответственно, длинное доменное имя вбивать никто не будет. Чем короче доменное имя, тем больше вероятность, что пользователь его запомнит, вобьет и будет использовать именно этот поисковик. Кроме того, именно AltaVista внедрила легкую заглавную страницу. То есть зачем загружать заглавную страницу лишним рекламным мусором и отпугивать пользователя? Если можно предоставить ему небольшую форму поиска, которую мы сейчас все знаем практически во всех поисковиках, и уже потом пользователь, когда перейдет на страницу с выдачей, уже можно показывать ему и рекламу, и все остальное. Он уже наш. Кроме того, тогда же появляются такие поисковики, как Excite. Можно посмотреть сайт жив до сих пор. Вроде как он даже там что-то отдавал. Но InfoSeek ничем не примечательен, кроме того, что его купила компания Walt Disney. И InkToMe. Небольшой поисковик, который в свое время впитал в себя Yahoo в 2002 году. Итак, что же особенного в keyword-based системах? Сейчас мы привыкли, что поисковая система должна догадаться, что мы хотим. Тогда такой роскоши не было, поэтому поисковая система искала строго то, что спросил пользователь. Кроме того, в те времена не последнюю роль играла содержимая тега meta keywords. Соответственно, это был специальный тег, который в тело страницы внедрял вебмастер и писал там ключевые слова о том, что, как он думает, содержится на этой странице и как будут ее искать пользователи. Как ни странно, до сих пор тег кто-то использует, и даже есть советы вебмастерам заполнять его. Но это все вранье. Google подтверждает, что он этот тег давно не использует, его всячески игнорируют. Более того, есть исследования, которые подтверждают, что ранжирование Google наоборот принижает страницы, где слишком перенасыщены вот эти вот вспомогательные теги. Так как считается, что это, очевидно, страницы с лишней накруткой своей полезности. Итак, поисковые системы. Собственно, люди начинают искать уже конкретную информацию. У нас, кроме того, что они начинают искать то, что они хотят, а не то, что они знают, что будет написано на странице, они начинают по-разному формулировать свои мысли. Очевидно, разные люди по-разному их формулируют. Таким образом, мы получаем многообразие запросов, которые отражают, в общем-то, абсолютно разные интересы пользователей. И, соответственно, мы должны построить поисковую систему, должны построить наиболее разнообразное наполнение себя. Так вот, например, чтобы посмотреть, какие именно запросы задают пользователи, есть такой вот сайт, который позволяет посмотреть по конкретному запросу слову. Например, я привела, например, слово «вомбат». Это такое маленькое животное. Соответственно, в каких запросах оно используется, как часто, в какого пола были пользователи. В общем-то, можете поиграться, посмотреть, достаточно интересно. Это что касается запросов и их статистики. Дальше. Соответственно, поисковые системы растут, и становится понятно, что надо делать это дело более выгодным. Таким образом, мы переходим к спонсорному поиску, то есть веб-постера начинают продвигать свои сайты за счет платы поисковым системам. Чем больше заплатил, тем больше твой сайт будет на оплаченном тобой запросе показываться тому или иному пользователю. Самым первым, кто стал это использовать, был GoTo. GoTo. Он продержался до 2001 года, когда он вначале переименовался, потом его впитало в себя альтовисты, и в итоге всех поглощает GoTo. Продвигались по ключевым словам. Понятно, что чем более популярное слово, тем дороже на нем было продвигаться. Слово «казино» было очень дорогим. Понятно, что все, что так или иначе связано с пороками человека, то, что он будет искать и пытаться купить, то будет очень дорого в этой системе. Итак, как это выглядит? Значит, соответственно, какие-то сайты оплатили показ себя по тому или иному запросу. И вот, например, GoTo по конкретному запросу, кроме страниц сайтов, показывал еще, сколько именно получит он за клик пользователя по тому или иному сайту. Соответственно, платили при этом вебмастера именно за переход пользователя. То есть просто за показ на странице они не платили ничего. Понятно, что для поисковой системы это было выгодно тем, что если будет пользователь кликать в первые запросы, а позже я покажу статистику, действительно, первые три запроса собирают большее число кликов, то, соответственно, в поисковой системе будет больше доход. Вебмастерам, понятно, тоже выгода. В них кликнут, про них узнают, на них перейдут. Возможно, они получат нового клиента. Именно так, можно считать, началась эра поисковой рекламы. Но тут внезапно в 98-м году появляется Google и его пейджранг. Вы, наверное, слышали про такую систему, да. Именно пейджранг подразумевал, что наконец-таки выдача будет сортироваться не потому, сколько заплатил вебмастер, а потому, насколько качественный контент он предлагает. Тут мы с вами встретимся с новым термином, как релевантность. Он очень часто будет использоваться в ходе всех наших лекций, потому что это одна из основных мер, насколько довольным уйдет пользователь. Релевантность страницы — это то, насколько страница соответствует его ожиданиям. Итак, пейджранг, как он, собственно, работает? Во-первых, учитывается содержание страниц, и это не только keywords, на которых раньше все базировалось, это именно непосредственно контент. Кроме того, учитывается популярность той или иной страницы. То есть чем больше пользователей ходят на какой-то сайт, тем больше вероятность того, что и другим пользователям этот сайт будет полезен по этому же самому запросу. Тут в качестве противоборствующей силе Google выступили многочисленные фермы по разведению ссылок. Они существуют до сих пор. Это так называемая накрутка ссылок, когда есть группа сайтов, ссылающихся друг на друга, и, в общем-то, если взять информацию как есть, можно подумать, что они очень популярны. На них же ссылаются. Ну, обычно с этим стараются бороться. Итак, можно подумать, что Google на белом коне пришел, убрал свою поисковую рекламу, но это не так, они просто ее немножко переместили. Понятно, что в выдаче теперь разместить поисковую рекламу было бы невозможно, потому что она строится на основе пейджранга. Но появились так называемые рекламные блоки. Вот там уже действительно веб-мастера, владельцы рекламы оплачивали показ себя по тому или иному запросу. В общем-то, все то же самое, просто локализовано. Таким образом, появился баланс, который мы знаем, существует до сих пор. С одной стороны, поисковая система получает как прибыль, так и популярность за хорошую выдачу и за переходы по рекламе, в которую все равно рано или поздно кликают. А рекламодатели, соответственно, получают пользователи и должны стараться, чтобы их рекламные сообщения были релевантны запросам, к которым они их привязывают, для того, чтобы пользователи в них кликали. Кроме того, поисковая система должна следить за тем, чтобы содержимое рекламы отвечало определенным нормам, не нарушало законодательство и вообще всячески старается удалять плохой контент. Вот пример, как выглядела реклама в поисковой системе. Вот это старая выдача Google, то есть мы видим, что тут есть нормальная выдача и небольшие блоки именно рекламного содержания. На второй половине более новая выдача, и тут мы видим хитрость, к которой стали прибегать поисковые системы. Понятно, что когда пользователь видит, что ему подсовывают рекламу, он не будет в нее кликать с травмом уме. Скорее всего, он будет искать именно в основном блоке. Поэтому поисковые системы стали маскировать рекламный блок. Так что, в общем-то, если посмотреть внимательно, видно, что первые три запроса в правом блоке — это очевидная реклама. Вторые два, в общем-то, это тоже реклама, просто они выглядят, как обычный запрос. И сама выдача начинается вот уже последние два запроса. То есть невнимательный пользователь может запросто кликать в рекламу. Дальше. Казалось бы, реклама у нас есть, но ее надо как-то отранжировать, упорядочить, чтобы показывать именно наиболее релевантные запросы. Можно пытаться точно так же, как в свое время делал GoTo, ранжировать по оплате. Но тогда мы получим нерелевантные результаты в выдаче. Можно ранжировать по релевантности, но это означает, что тем, у кого хорошие рекламные сообщения, у кого они релевантны, могут платить меньше, все равно они окажутся выше. Таким образом, это невыгодно для поисковой системы. Ну, очевидный выход. Мы должны ранжировать по некоторой функции, которая учитывает в себе и релевантность, и стоимость рекламы. Ну, в общем-то, решили сделать как в лучших домах Лондона, причем буквально. Так называемый аукцион Викри. Это система аукциона, которая использовалась в лондонских аукционах, собственно, для того, чтобы продавать редкие либо сложно оцениваемые предметы. В чем он заключается? Все участники аукциона делают ставки в закрытую, и по результатам того, сколько они поставили, выбирается, соответственно, победитель. Таким образом, мы получаем, что они ставят наиболее честную цену, ну, за исключением случаев, когда кто-то готов заплатить очень много для того, чтобы получить тот или иной предмет. Таким образом, это преимущество закрытого аукциона. Ну, и для рекламных систем использовался несколько улучшенный механизм. Механизм Викри Кларка Грофса, который выбирал не одного, а несколько победителей. И они платили не ту сумму, которую они поставили, а ту, которая была достаточна для удержания того или иного места в рейтинге. Давайте рассмотрим пример, собственно, как это работает. Вот, например, у нас есть четыре рекламодателя, каждый из которых сделал ставку, сколько он готов заплатить за свое объявление. Вот эта вот первая колонка — это как раз ставка за один переход. Вот. Дальше CTR — это мера релевантности. Собственно, релевантность можно выразить в чистом представлении. Это то, сколько реальных переходов совершили пользователи из всех случаев, когда им показали то или иное объявление. Соответственно, чем CTR выше, тем мы считаем более высокую релевантность этого объявления. Как мы видим, у нас здесь с CTR абсолютно противоположная ситуация, то есть самое дешевое объявление на самом деле больше всего нравится пользователям. Что же мы должны делать? Мы должны вычислить полезность объявления для поисковой системы. Это и есть та самая функция, которую мы должны придумать, соответственно, взаимосвязи ставки и CTR. Ну, в общем-то, функция простая, мы просто перемножаем. В ставку и CTR получаем некое число, которое определяет полезность. Чем выше, тем полезнее. Как видим, самым полезным у нас здесь является третье объявление, которое, в общем-то, не самое дорогое, но и не самое полезное для пользователя. Такая золотая середина. В итоге распределяем места по порядку, кто на какой позиции будет в выдаче. Ну, для сравнения давайте вот go to, которое я уже упоминала. Ну, в случае, если мы пользовались их алгоритмом, то порядок у нас был бы совсем другой. Соответственно, теперь смотрим, сколько в итоге заплатит нам тот или иной рекламодатель. Значит, они должны заплатить такую ставку, цену, чтобы удержаться относительно своего преследователя. Ну, соответственно, мы просто приравниваем те функции, которые использовали для вычисления потенциальной стоимости объявления и фактической. И еще добрасываем 1 цент, чисто чтобы они превышали этот порог. Ну, соответственно, подставляем формулу числа. Вот мы видим, как пример, первое место у нас занимает объявление цен, у него есть определенная ставка CTR. И второе место занимает объявление B, тоже со ставкой CTR. По этой формуле получается, что этот пользователь должен заплатить всего 1,5 доллара против 2, которые он хотел заплатить изначально. Ну, соответственно, тот, кто занял последнее место, он не может заплатить 0. Вот как раз тот самый оценок в 1 цент как раз ему и достается. Итак, поговорили про рекламу. Давайте, собственно, про основную часть поговорим, про поиск. Значит, качество поиска. Как вы думаете, как пользователь определяет, что именно эта поисковая система более качественна, чем другая? Ну, в общем, наиболее основные факторы, которые используются, это, понятно, релевантность. То есть, да, должна поисковая система показывать то, что у нее спросил пользователь. Должно быть покрытие многозначности. Кроме того, должна быть простота пользовательского интерфейса. То есть, вспоминаем, вот как раз та самая строка поисковая, которая была внедрена уже давно, в 90-х годах, значит, существует до сих пор. Пользователю не хочется искать много кнопок, много триггеров, которые надо нажать, чтобы найти именно то, что надо. Он хочет вбить и найти. Все, больше ему ничего не надо. Кроме того, уменьшение ошибок пользователя. Понятно, что кто-то опечатался случайно, кто-то опечатался, потому что он не знает, как что-то пишется. Мы должны как-то покрыть эти случаи и использовать проверку запросов пользователя. Но, кроме всего прочего, здесь надо учитывать, что, возможно, то, что мы посчитали запросом с опечаткой, на самом деле был правильный запрос, просто мы это не поняли. Это очень тонкий момент, и об этом вам будут рассказывать в лекции про спалчекер. Ну и, кроме того, полнота. Полнота — это именно количество документов, которые поднялись по тому или иному запросу. То есть, если пользователю надо именно какой-то конкретный документ по этому запросу, то он будет пролистывать много страниц, пока его не найдет. Итак, собственно, про полноту. Большинству пользователей, как таковая, полнота не нужна. Это очень узкоспецифичное направление. Но самая простая проверка полноты поискового индекса в поисковой системе — это поиск на непопулярных запросах. Например, вот есть слово «собакократство». Значит, понятно, что очень мало людей, кому это слово нужно. Но в случае, если поисковая система находит такое либо похожее редкое слово, то очевидно, что поисковый индекс у нее достаточно большой, чтобы покрывать даже такие редкие кейсы. Ну, к слову, про «собакократство» и так далее. Есть такая система, такой сайт, Analyze This, который предоставлен компанией Ашманов и партнеры. Это независимый анализатор, который именно благодаря таким интересным метрикам определяет, насколько качественен именно с объективной точки зрения тот или иной поисковик, та или иная поисковая система. Именно одна из метрик — это поиск по редким запросам. Он определяет полноту индекса. Кроме того, там есть анализатор, который позволяет оценить, насколько быстро поисковик узнает о новых страницах, насколько правильно он работает с опечатками, показывает даты, информацию о пользователях, которые в нем содержатся. В общем-то, очень много интересных метрик. Вот можете посмотреть на сайте, достаточно интересно. Ну и статистика, которую я обещала вам показать в самом начале. Собственно, почему первая позиция в поисковой выдаче так важна? То есть, вот смотрите, например, на первой странице в первый документ кликает аж треть всех пользователей. То есть, потом на второй, третий, на все остальные приходятся уже маленькие куски среза. Ну и очень много людей, в общем-то, либо кликают потом на последующих страницах, либо они удовлетворяются тем, что уже увидели в выдаче, то есть им хватило сниппета для того, чтобы узнать, что они хотели, либо они просто не нашли то, что искали, и уходят с поисковой системы. Запросы от пользователя. То есть, очевидно, что большинство заходит спросить один раз в день, то есть, задать какой-то запрос. Вот в этот сектор попадают еще такие интересные случаи, например, когда у пользователя стоит в качестве главной поисковой системы какая-нибудь там, поисковая система А, например. Он заходит туда, вбивает там название поисковой системы Б, переходит туда, и уже там ищет то, что ему нужно. То есть, это тоже сюда. Ну и, соответственно, чем больше спрашивают люди, которые живут в поисковой системе, значит, их все меньше и меньше становится очевидно. Так, и, например, как далеко заходят пользователи. То есть, я сказала, что они могут, например, посмотреть на вторую страницу и так далее. То есть, если мы посмотрим, тут доля относительно первой страницы. Соответственно, первая страница показывается всем, кто совершил тот или иной запрос. И дальше мы видим, что на вторую страницу заходит чуть больше, наверное, 6% пользователей. И дальше все меньше и меньше. До 13-й страницы доходит целых 0,03% героев. Значит, ну, скорее всего, это боты. Понятно, что живой человек вряд ли дойдет так далеко. Кстати, это один из способов, как определить, что вашу поисковую систему обкачивает кто-то механически, то есть неживой человек, если он слишком далеко заходит по поисковой выдаче, то это как-то подозрительно, это надо проверять. Ну, собственно, пока что хватит с историей перерыв. Итак, во второй части лекции мы поговорим про поисковый спайдер. Значит, вещь, которая, с одной стороны, полезна и нужна вебмастерам, но они его не особо любят. Итак, у нас есть задача. Нам нужно скачать сайт. Ваше предложение, как мы это будем делать? Это хорошие подходы. Нам уже в прошлой лекции рассказывали, что для начала вам надо им уложить этот сайт. Да, обязательно. Иначе вебмастеры обидятся, они очень злопамятные, будут жаловаться везде, и нас будут банить везде, где можно и где нельзя. Так, ну, давайте, собственно, посмотрим, что именно. Значит, нельзя просто так вот взять и скачать сайт. Там есть много проблем. Во-первых, сайтов много, и нам хочется, чтобы наш поиск был наиболее полный, отдавал релевантные ответы на любые запросы. Соответственно, нам их надо попытаться все скачать, попытаться. Страниц на сайтах еще больше, очевидно. И, кроме того, времени у нас мало. То есть мы не можем обкачивать друг за другом все страницы, которые найдем по цепочке. И, скорее всего, мы будем это делать очень долго, и времени на заполнение индекса нам просто не хватит. Давайте рассмотрим, соответственно, четыре основных пункта, которые будут касаться поискового робота. Это, соответственно, постановка задач, что мы будем делать, как будет проходить выкачка, обновление страниц, и как мы будем их хранить. Начнем с постановки задачи. Понятно, что нельзя обкачивать просто все страницы. Должны быть определенные требования ТЗ к спайдеру. Значит, это три первых пункта основных. Это polightness, freshness, actuality. То есть робот должен быть вежливым, он не должен класть сайты. Он должен всегда иметь доступ к свежим страницам, свежепоявившимся, и, кроме того, он должен поддерживать информацию в актуальном состоянии. Кроме того, уже с нашей точки зрения, как поисковой системы, спайдер должен обладать высокой производительностью, и, кроме того, он должен быть масштабируемым. То есть, чтобы не пришлось полностью переписывать весь его код для того, чтобы добавить один дополнительный сервер. Итак, как мы будем обкачивать страницы? Страницы в интернете адресуются с помощью URL. Это некий универсальный идентификатор, который позволяет определить, на каком сайте и где именно на этом сайте располагается та или иная страница. То, как правильно должен формироваться URL, определяется с помощью RFC. RFC — это набор не то чтобы требований, пожеланий о том, как вебастера должны организовывать свой сайт и все, что на нем находится, и не только сайт. Ну, соответственно, RFC, которое касается URL, можете почитать, там много интересного, но некоторые из правил, которые там есть, нарушаются. Например, там есть правило, которое говорит, что доменное имя не может состоять только из цифр. Однако вы знаете, что, например, у сайтов такси имя — это как раз телефонный номер этого такси, точка там, руком и так далее. Вроде бы это правило нарушается, но поисковые системы делают скидку на то, что все-таки этот сайт будет полезен пользователям, поэтому все равно продолжают его качать. Что нам надо знать из того, как выглядит URL? Первое, что идет в URL — это его схема. То есть HTTP — это, понятно, стандартный веб. Есть еще HTPS — это в случае, когда требуется дополнительная безопасность и, в общем, секьюрное соединение с сертификатами. Кроме того, есть FTP, FTP-сервера, все, наверное, слышали. Есть еще более экзотические схемы, ну, на просторах интернета они, в общем-то, практически не используются. Дальше, собственно, доменное имя — это тот сайт, на котором располагаются те или иные страницы, путь до страницы, плюс некоторые страницы и то, как они будут показаны пользователю, могут специфицироваться с помощью специальных query-частей, которые говорят, что именно там отображают. То есть, например, вот есть какой-то поиск, и мы хотим увидеть десятую страницу. То есть, очевидно, что строение страницы будет одинаковое для всех них, именно самого документа, но при этом вот этот параметр будет влиять на содержание этой страницы. query-параметры используются, например, в качестве настройки фильтра при обращении к каталогу, который располагается на сайте. Ну, такой самый распространенный пример. Итак, кроме urlan, который у нас характеризует собой документ, у сайта, на котором этот документ лежит, значит, как нам попасть к нему? У него есть IP. Это уникальный адрес сетевого узла. На железном уровне мы знаем, куда непосредственно пойти к сайту, чтобы постучаться к нему и запросить у него тот или иной документ. Соответственно, есть такая команда в большинстве некстовых систем. Можете попробовать хост. Значит, хост, дальше имя хоста, и он говорит вам IP, либо список IP-шников, на которых располагается тот или иной сайт. Можете попробовать? Нет, не бойтесь. Значит, как устроен IP, как мы вообще узнаем, куда нам идти с тем или иным url? Для этого есть DNS. Это сервис-система, которая позволяет узнать много полезной информации о доменах. Мы из нее в данном случае будем использовать только информацию об IP-шниках. Соответственно, с ее помощью мы каждый конкретный url будем сопоставлять с конкретным IP-шником. Как это происходит? Сейчас увидим. Значит, информация эта предоставляется иерархической системой неймсерверов, которые позволяют нам развернуть любое доменное имя. То есть, например, википедия. Мы вначале идем к корневому неймсерверу, запрашиваем, у кого из них можно узнать какую-то информацию. Дальше запрашиваем, где лежит орг, википедия и ru. ns — это неймсервер, то есть узел дерева, который дальше разветвляется, а это уже традиционная часть, значит, конечный узел, грубо говоря. Таким образом можно раскручивать домены любой длины, и это нам показывает именно то, как это работает изнутри с железной точки зрения. Но это на самом деле очень сложный подход. Как я уже показала раньше, есть более простая команда для использования из консоли — это хост, который, в общем-то, вот это все инкапсулирует внутри себя. Ну, я думаю, можно переходить постепенно дальше, да? Так, давайте теперь поговорим, сколько IP-адресов может быть у сайта. Ну, очевидно, что вопрос с подвохом. Ну, может, в зависимости от размера сайта, от масштаба. Так. И какие могут быть ситуации? Лиджерного ворота. Нет, бывают случаи, когда по нескольку сайтов на одной машине висит. Так, бывают такие ситуации, да. В частности, виртуальные хостинги, которые популярны у тех, кто хочет поднять легкий сайт и не платить за отдельный выделенный сервер. Ну, главное — это несколько интернет-софф. Да, такое тоже бывает. Ну, и, соответственно, большинство один к одному соотносится. Да, правильно. Итак, ситуация. Значит, среднего размера сайт, скорее всего, будет на своем IP-шнике жить. То есть, кроме него, больше на этом сервере никто крутиться не будет. Случаи, когда у одного сайта несколько IP-адресов. Это очень полезно для высоконагруженных систем, для того, чтобы балансировать нагрузку между разными машинами. Соответственно, если на один IP-шник пойдет много запросов, перераспределить их между собой. И случаи, когда один IP-адрес у нескольких сайтов. Это те самые виртуальные хостинги, когда на одной машине располагается несколько сайтов. Вот этот момент, кстати, очень аккуратно надо обрабатывать с точки зрения поискового робота. Так как, например, если у нас на одной машине пять сайтов, и мы к каждому из них придем одновременно с запросом, то получится, как будто мы на одну машину посылаем не один запрос, а сразу пять. Соответственно, чем больше сайтов, тем больше вероятность, что мы положим тот виртуальный хостинг, на котором они крутятся. То есть надо учитывать именно количество IP-шников и количество сайтов с ними связанных. Ну и, соответственно, наоборот. Если у сайта много IP-шников, то, скорее всего, можем позволить посылать к нему несколько параллельных запросов. Дальше. Это еще не все. Кроме того, что вебмастера располагают где-то свой сайт, они могут нам еще сказать, что конкретно они от нас ждут, каких действий именно от поискового робота. Для этого есть специальная директива, называется Robots.txt, ну, естественно, на нее тоже есть RFC, если что, его можно найти, в которой можно описать, у какого конкретно поискового робота, ну, либо, если лень описывать, у всех, это звездочка, какие действия ожидаются, как часто он может приходить на сайт. То есть в данном случае мы говорим, что он не имеет права запрашивать следующую страницу, пока не прошел крал-делей указанный. В секундах, по-моему. Кроме того, есть директивы Disallow и Allow, их может быть несколько. Всегда они рассматриваются так, как будто в конце них стоит wildcard, звездочка. Они нам говорят, какие урлы, какие пути мы имеем право обкачивать, как роботцы, какие не имеем. По умолчанию мы считаем, что нам разрешено все. Ну, вот, соответственно, примеры роботов можете посмотреть. У ленты очень аккуратные роботцы, на самом деле. А вот деньги Яндекс можете открыть и ужаснуться, и увидеть, как не надо делать роботов. На самом деле это еще не самый страшный случай. Очень многие не понимают, как работают, например, wildcard, и в Allow или Disallow директиве могут быть просто набор звездочек на каждый символ, как вебмастер думает, что там будет подходить по тот или иной урл. То есть если там путь из 10 символов, то 10 звездочек. Ну вот давайте небольшой пример. Значит, вот у нас есть небольшой сайт, у него 5 документов, которые мы потенциально можем скачать. Какие из них при условии вот таких роботов мы имеем право качать, а какие нет? Нет, ну на самом деле изначально было правильно. То есть мы можем скачать все, кроме вот этих двух. Значит, всегда регулярки читаются от корня сайта. Значит, да, действительно, там потом ставится звездочка, и все остальные пути, которые вложены в запрещенные, тоже запрещены. И, как я сказал, у нас по умолчанию весь сайт нам разрешен. Ну, соответственно, это просто как дополнительное уточнение, что да, он тоже разрешен. А зачем это? А зачем это? Вполне возможно, что здесь будут где-нибудь wildcard и будет спорная трактовка путей. И тогда, соответственно, по вложности будет смотреть, какое правило меньше, что и будет применяться. Итак, мы определились, что конкретно мы будем качать. Теперь будем смотреть, как мы это будем делать. Алгоритм очень простой. То есть у нас есть так называемые сид-урлы, это точки входа в интернет. То есть это некий набор урлов, с которых у нас начнется обкачка. Мы их обкачиваем, успешно или нет. То, что успешно скачали, мы распарсили, извлекли с них урлы и отправили их дальше в очередь на обкачку. Собственно, возвращаемся обратно к скачке. Значит, казалось бы, все просто. Что используется в качестве сид-урлов? Можно взять, конечно, просто любой известный вам урл и начинать уже работать на него, но это будет очень долго. Поэтому проще взять какой-то проверенный каталог, в котором содержатся заведомо хорошие урлы, которые, скорее всего, дадут нам какой-то контент. Ну и желательно, чтобы они были нужны пользователям нашим. Вот примеры того, где можно набрать такие урлы. Так, собственно, в виде картинки, как у нас происходит выкачка. То есть вот сид-урлы, дальше у нас идет очередь, которую мы скачали, и мы постепенно обкачиваем весь неизвестный веб, и он становится нам известным. Но, да, нельзя так просто взять и скачать. Значит, во-первых, не на всех страницах у нас будет контент. То есть не все страницы нам что-то отдадут. Вот, значит, у серверов есть коды ответа, то есть с помощью которых они говорят нам, что именно они нам вернут на запрос. То есть мы у них запрашиваем страницу, они нам говорят код 200, ну там 200 с чем-то, они разные бывают. Это значит, что сейчас я отдам тебе успешно страницу с каким-то контентом. Коды 300 — это перенаправление. Это значит, что здесь этой страницы нет, и нас перекинут куда-то дальше, и там, возможно, будет либо опять 300, либо 200, либо какие-то другие коды. То есть никто не гарантирует, что там будет контент. Дальше 400 обозначает, что ошибка на нашей стороне. То есть либо мы запросили не тот URL, который существует, либо мы запросили не тот URL, который мы имеем право смотреть. В частности, например, когда закрыты по, ну, логин, пароль, по аутентификации сайта, значит, внутренняя часть будет закрыта на 403. И есть еще ошибка сервера — это 500-ый код, это когда проблема не на нашей, а на стороне сервера. То есть ему настолько плохо, что он не может там ничего сказать. Значит, нас интересует, конечно же, код 200, потому что он для нас самый полезный. Другие мы тоже можем использовать, и об этом я еще расскажу. Значит, кроме того, контент, который нам отдали, естественно, весь разный. Значит, основные характеристики контента — это его тип, и в случае, если это текст, то это и его кодировка. Какой тип может быть у контента? Понятно, что это HTML-страницы, и на первых порах именно они будут представлять для нас наибольший интерес. Кроме того, это могут быть графические изображения, документы, таблицы, как правильно сказали, таблицы стилей, JavaScript, MP3-видео, потоковое видео и так далее. Такое многообразие, значит, надо как-то пытаться определить между собой, разграничить, значит, как мы можем определить, что именно нам отдали. Во-первых, в ответе сервера будет такая запись, как content-type, и что нас интересует текст и HTML. Кроме того, в самом контенте по первым символам мы можем определить, что там именно было. Например, в HTML вначале должен быть тег HTML, либо head, в общем, какая-то тегированная разметка. Однако не все так просто. Вот можете, например, посмотреть исходный код вот этой страницы. Это того стоит? То есть по первым символам явно мы вряд ли сможем определить, что именно за контент там находится. Итак, идем дальше. Значит, бонапня – это шутка из старого интернета, возможно, вы слышали. Значит, если вы попытаетесь сконвертировать, значит, что это такое. Это в те времена, когда правильная кодировка представляла очень большую проблему, на многих форумах появлялись топики, значит, в заголовке которых написано бонапня. Это, на самом деле, слово «вопрос», который, значит, был написан в кодировке КОИ-8, но отображается в CP-2151. Кодировок великое множество, и бороться с этим уже абсолютно бесполезно. То есть они разделили интернет. Надо свириться и принять это так, как есть. Надо научиться с этим работать. Значит, как работать с кодировкой? Самый главный пункт – не надо пытаться быть умнее браузера. Значит, смотрим, как работает браузер и перенимаем этот опыт. Значит, во-первых, в ответе сервера, опять-таки, кроме типа контента, может также значиться и кодировка, которой этот контент отдан. Ну, вот, например, можно послать такой запрос в Get, если кто не знает. Это утилита Unix, которая позволяет обкачивать страницы. Ну, соответственно, ключи, которые у нее здесь есть, то есть мы говорим ей просто запросить страницу и не скачивать ее контент. S заглавное – это отобразить все содержимое заголовков. И Q – это в тихом режиме, то есть не выводить служебную информацию. Ну, в общем, скачиваем страницу с Википедии, выбираем строку, в которой есть чарсет, то есть как раз кодировка указанная. И видим, что Википедия молодцы, они прямо в ответе сервера говорят нам, что страница будет WTF-8. Значит, это сложный путь. На самом деле, можно намного проще. То есть всю эту команду можно свернуть в одно большое хэд, ну, как заголовок с заглавными буквами. Это тоже еще одна утилита, которая позволяет получать именно заголовок ответа сервера на запрос того или иного документа. Итак, с этим мы определились. Кроме того, вебмастера, которые по каким-то причинам считают, что, значит, надо уточнить кодировку, могут указать ее прямо на самой странице. То есть для этого есть специальный тег, соответственно, мета-тег, как всякий служебный, в котором указан тип контента, не обязательно, но вот кодировка указана Windows 1251, например. То есть вот мы видим, что мы запросили страницу, и у нас в двух местах указана одна и та же кодировка, все нормально. Вы понимаете, что если можно указать в двух местах, то, очевидно, кто-то может указать по-разному в этих двух разных местах. Как именно трактовать, это очень спорный вопрос, потому что есть кейсы, когда первично надо ставить ответ сервера, есть кейсы, когда более точная кодировка указана именно на самой странице. Но, как я уже сказала, не надо быть умнее браузера. То есть в первую очередь мы верим именно HTTP-head. Значит, вот у нас есть два примера, можете позапрашивать их. Как я уже говорила, команда head — это ответ сервера, и просто grep-no-charset со страницы. Вот у нас у первого, да, HTTP-head сказал, что 1251, и в мете написано вот F8. Ну, как ни странно, несмотря на то, что в первую очередь мы должны верить HTTP-head, сама страница будет вот F8. Это вот как раз тот самый странный кейс, когда у нас вывернута наоборот. И второй сайт в HTTP-head, он не указал вообще кодировку, а в мете указаны две кодировки сразу. То есть вообще это невалидное значение, но по умолчанию считается, что берем первую как более верную. То есть это действительно вот F8. Дальше. Мы определились с контентом, теперь мы должны набрать с него ссылки. Значит, это провести так называемый дискаверинг. Есть специальные теги, а где в опции href указано, какая именно ссылка будет там скрыта внутри. Не забываем о том, что робот должен быть вежливым. То есть веб-мастер может разметить, во-первых, всю страницу, как запрещенную для, в данном случае, дискаверинга, nofollow. И также каждую отдельную ссылку, в случае, если они какие-то особенные, вот в данном случае это, например, вход по паролю, по логину, аутентификация, значит, закрыть ее тоже, что эту ссылку не надо брать в дискаверинг роботу. Значит, дальше, ссылки. Значит, ссылки бывают разные. Понятно, что бывают внутренние, которые ведут на ресурсы на том же сайте, внешние, которые с этого ресурса ведут на другой сайт. Кроме того, ссылки бывают абсолютные и относительные. Абсолютные — это ссылки, в которых содержится все схема, доменные имя, путь, возможно, квари-параметры. Относительные — это ссылки, которые мы должны как-то разрешить относительно того, где мы сейчас находимся. Ну и понятно, что есть валидные и невалидные ссылки. Вот, да, минутка прекрасного. Есть сайт «Идеальный во всем». Значит, можете посмотреть, открыть его исходный код. Правда, вот последний год они его испортили, они добавили туда стили. Ну и немножко поправили текст. Раньше там была прекрасная фраза о том, что именно на этом сайте вы найдете ссылки на все, что вас интересует. Да. Итак, еще немножко про абсолютные и относительные ссылки. Значит, абсолютные ссылки выглядят так, то есть полностью путь, который у нас есть. Относительные ссылки, какие они могут быть? Это может быть ссылка на… Значит, вот на этой странице располагаются другие ссылки. Ссылка на другие документы в том же самом каталоге. Значит, ссылка на другой каталог относительно имени сайта. Значит, ссылка, которая, как в обычной операционной системе, позволяет спускаться на несколько уровней вниз, например. Также может быть ссылка с сохранением схемы. То есть схема, в данном случае HTTP, сохраняется, меняется доменное имя и путь дальше. Ну и вот она, абсолютная ссылка, в которой есть все. Значит, надо уметь их корректно обрабатывать поисковому роботу. Значит, казалось бы, просто взяли ссылки, но нет, их нельзя брать. Не все так просто. Значит, почему их нельзя брать? Понятно, есть роботы с TXT, которые запрещают нам тот или иной сегмент. Кроме того, некоторые документы мы уже скачали. И, в общем-то, про обновления мы еще поговорим, но в большинстве случаев перекачивать тут же их еще раз нам не понадобится. Кроме того, у большинства роботов, ну вот и у нашего поискового робота в том числе, существует внутренний блоклист. То есть в результате обкачки многочисленных сайтов мы пришли к выводу, что вот такие категории страниц нам, например, не нужны, они нам бесполезны. И мы их закрываем для обкачки. Ну вот, например, да, у нас в поисковике есть тоже роботы, которые запрещают другим поисковым роботам и нашему тоже обкачивать выдачу поисковую. Понятно, что это бесконечная выкачка. А вот есть сайты, например, вот такой сайт, в котором вот этот запрос, этот документ не закрыт по роботам. Соответственно, если робот будет просто верить директиве робота TXT и пытаться обкачать его, то он будет обкачивать все поисковые запросы к этому сайту. Это много и это бесполезно. Значит, ну и кроме того, сайты могут быть, так сказать, бесконечными. То есть, например, календарь, который есть вплоть до 2050-й и явно дальше года. Значит, обкачивать каждый день — это очень долго и тоже бесполезно. Итак, понятно, что раз мы брать все не можем, мы должны как-то ограничивать и упорядочить то, как именно у нас движется очередь из известного веба в неизвестность. Значит, что должно учитываться? Значит, во-первых, есть специальная внешняя задача, шедулер, который, собственно, занимается вот этой пересортировкой очереди, он должен учитывать, как качался уже этот сайт. Значит, качался ли он вообще, или это новый сайт абсолютно, и как успешно проходила выкачка, если она уже была. То есть, если сайт стабильно отдает нам на все запросы, например, 503, что он лежит, значит, очевидно, что его в ближайшее время, наверное, трогать не надо. Он вряд ли нам скоро ответит что-то разумное. Ну и, соответственно, наоборот, если сайт стабильно отдает нам хороший контент на все запросы, то почему бы его не качать? Значит, кроме того, надо учитывать свойства скачанных документов. Если преимущественно, например, фотохостинг, там очень много картинок, нам надо аккуратнее сортировать очередь, и если картинки нам в данном случае не нужны в поисковике, то мы должны их отсекать и качать именно нормальные страницы. Дальше надо учитывать еще свойства самого сайта. То есть, как бы ни был хорош сайт, если он никому не нужен, то нам качать его, наверное, тоже не особо стоит. Если, наоборот, это популярный сайт, например, новостной портал, значит, туда ходят люди, нам надо регулярно его обкачивать, чтобы по запросу на свежие новости мы показывали именно его в выдаче. Таким образом, учитывая все эти пункты, ну и еще дополнительно в стиле ранков, ранжирования страниц внутри очереди, формируется квота. Более подробно об этом вам расскажут на этом курсе в лекции про ранжирование. Итак, более подробно рассмотрим, как у нас работает спайдер и обвязка из различных утилит вокруг него. Итак, у нас есть большой неизвестный веб, в который ходит наш поисковый паук. Он извлекает оттуда документы. Хороший паук больше не должен уметь делать ничего. Он должен просто качать то, что ему скажут. Дальше уже отдельные утилиты парсят эти страницы, извлекают, возможно, какую-то дополнительную информацию. Но основное, что они должны оттуда извлечь, это контент и урлы. Урлы, которые извлеклись, переходят в шедулер, который, как я уже сказала, ограничивает полученный список урлов, формирует новую очередь, и уже эта очередь у нас отправляется, собственно, в спайдер опять на выкачку. Очевидно, что это все должно динамически балансироваться. Итак, я уже сказала, что нам не надо качать страницы, которые уже были выкачаны. На самом деле это не совсем так, то есть перекачивать их все-таки надо. И сейчас мы с вами поговорим про обновления. Зачем их перекачивать? Мы же их уже скачали. У них может обновиться содержимое. То есть, в частности, один из анализаторов, про который я говорила в первой части лекции, это анализатор на то, насколько свежая информация по владельцам фирм, юридическим лицам, телефонам и так далее. Соответственно, если один из этих пунктов меняется на странице, и мы не успели ее перекачать, то по этому пункту в анализаторе мы просядем. Кроме того, если страница представляет собой некий агрегатор, например, заглавная страница новостного портала, там каждый раз при появлении новой новости обновляется список ссылок, которые находятся на ней. Соответственно, появились новые ссылки, мы должны обкачать эту страницу, чтобы их получить. Так, как часто мы должны перекачивать? Ну, то есть, вот простой способ такой, что если страница изменилась, то мы должны перекачать ее еще чаще. Если страница D изменилась, то мы должны качать ее реже. Есть какие-нибудь идеи, как можно, например, это улучшить или что что-то здесь не так? Ну, на самом деле не особо. Это будет слишком медленно тогда. Ну, на самом деле здесь можно улучшать много чего, нет предела совершенству. То есть, в частности, ну, понятно, что надо ограничить как-то снизу и сверху, чтобы не уходили в ноль и в бесконечности значения. Кроме того, можно увеличивать и уменьшать интервал не так линейно, а по более сложной функции. Ну, вот как здесь уже написано, можно использовать такое усложнение, как историю выкачки. То есть, например, если страница не изменилась, а до этого часто менялась, то, наверное, можно ее один раз простить, грубо говоря. И ранг сайта, что если страница меняется редко, но сайт популярный, то нам, наверное, полезнее обкачивать ее чаще, чтобы не пропустить то самое изменение. Ну, и кроме того, здесь есть еще интересный такой момент. Например, те новостные порталы, которые обновляются вручную. То есть, все-таки ночью люди спят, и в выходные, скорее всего, люди тоже не хотят работать, поэтому они обновляются только определенный период времени в рабочие часы, в будние дни. И если просто следовать такой логике, то за выходные у нас очень сильно вырастут все интервалы обкачки. Значит, и в понедельник мы будем не успевать обкачать новую информацию. Так, вот, значит, мы поговорили про то, что страница изменилась, не изменилась. Как мы можем это понять? Ну, в общем-то, кстати, да. Хэш. Ну, в том числе. Значит, его нельзя просто использовать. Почему? Да нет, не особо. В смысле хэш? Ну, хэш от страницы. А всей страницы? Да. Так, надо для этого скачать. Ну, мы так и так ее скачаем. Ну, на будущее мы будем знать, что она, например, долго не менялась, и в следующий раз придем к ней нескоро. Там может меняться какая-то мелочь. И это очень большая проблема, на самом деле. Ну, то есть, вот есть страницы, соответственно, вот у ленты, например, меняется новостной блок актуальных новостей, там, или вам может быть так же интересно, который просто может перемешаться. Хэш меняется сразу. Соответственно, у Адме пишется дата генерации, время генерации страницы. То есть, какие-то небольшие мелочи, которые, в общем-то, не влияют на полезный контент страницы. Но если просто взять ADT-MD5, мы будем считать, что они регулярно меняются, будем часто их обкачивать. Это плохо. Как мы должны разобраться с этой проблемой? Во-первых, надо брать только чистый контент, то есть тот полезный текст, с которым мы будем работать. Для этого нам надо научиться как-то удалять лишнюю обвязку, то есть ту самую служебную часть, которая не несет никакой для нас полезной информации. Об этом мы с вами поговорим подробно в лекции про дубликаты. Это будет потом. Казалось бы, безвыходная ситуация, то есть нам надо придумывать какие-то сложные системы по удалению обвязки, но не все так плохо, потому что вебмастера тоже в одной лодке с нами. Они заинтересованы в том, чтобы мы обкачивали с них новые полезные страницы и при этом не клали им сайт. Поэтому в ответе сервера есть специальные директивы. Это e-tag и last-modified. e-tag — это хэш, который считает сам вебмастер по какому-то определенному правилу. Чаще всего он используется для статического контента, например, для картинок, для гифок. Last-modified может применяться, очень часто применяется именно для текстового статического контента, для картинок тоже, в общем-то, спокойно. Это дата, когда последний раз, по мнению владельца сайта, менялась содержимое этой страницы. Вот, например, все тот же самый хэд. Запрашиваем гифку. Она нам отдается успешно, то есть 200. У нее есть e-tag, это тот самый хэш, который посчитал вебмастер. И мы видим, что последний раз она менялась 3 августа прошлого года. Теперь, зная эту информацию, мы можем не обязательно выкачивать контент еще раз, а спрашивать сам сервер, уверен ли он в том, что там что-то поменялось. То есть, например, мы можем спрашивать у сервера, поменялось ли что-то для этого документа, если в прошлый раз его хэш был такой. Сервер нам говорит, нет, ничего не поменялось. Если мы хэш пришлем другой, сервер нам скажет, да, что-то поменялось, и отдаст уже новый контент. Ну и, соответственно, можно использовать класс-модифайт, то есть точно так же запрашивать, менялось ли что-то с того числа у этого документа. Ну, мы, естественно, получим ответ, что ничего не поменялось. Так, кроме того, уже упоминавшийся ранее AliWeb, один из первых поисковиков, который использовал специальные списки, документов, которые генерировали для него тогда веб-мастера, то есть так называемые индексные файлы. Значит, в них, кроме самих урлов, содержалось еще и их краткое описание. Значит, владелец ресурса мог написать там краткое содержание документа, либо какие-то ключевые слова, по которым этот документ можно было найти. Как ни странно, сейчас эта технология продолжает успешно применяться, и, скорее всего, вы слышали про нее. Есть идеи, что можно использовать в этом качестве? Ну, на самом деле, все просто. RSS-ленты. Это один из кейсов, собственно. Значит, то есть RSS-лента содержит в себе понятное описание канала, на котором идет трансляция, и списка документов с кратким описанием, возможно, даты публикации. Там очень много полей, которые может веб-мастер заполнять. Ну, в общем, самое главное, что здесь есть, это вот именно ссылка. Значит, это не все. Кроме RSS еще есть такая вещь, как сайтмапы, более техническое представление информации, то есть тут нет дополнительной обвязки в виде краткого содержания или ключевых слов, которые можно привязать к документу. Просто сам документ к локации, когда он менялся в последний раз, это опциональное поле. Ну, и еще одно опциональное поле, это как часто, по мнению веб-мастера, этот документ будет меняться. То есть как часто его надо перекачивать. Соответственно, что сайтмапы, что RSS, очень удобно использовать в качестве источника новых урлов. То есть обкачиваем просто одну RSS, смотрим, какие урлы там добавились новые относительно последней нашей выкачки, и уже можем смело идти их обкачивать, считаем, что это новый контент, который появился на сайте. Итак, мы скачали, научились правильно обновлять документы, теперь мы должны как-то все это хранить. Значит, как мы будем хранить документы. То есть вот у нас есть много контента, много HTML-страниц. Как нам все это организовать между собой? Такой невероятный размер ассоциативный массив. Потом у нас кончится память, да. Ну да, логично. Так, да, чтобы равномерно их распределять. Очевидно. Ну, в общем-то, да. То есть мы знаем, что у нас в каждом урлу соответствует какой-то документ. То есть это, грубо говоря, практически однозначное соответствие. Именно это и мы будем использовать. Соответственно, ключ — это некая функция от урла. Проще всего взять хэш-функцию, но не обязательно. Например, в случае, если нам надо будет часто запрашивать блок страниц с одного сайта, то можно использовать именно прямой, слегка модифицированный урл, так, чтобы у нас все страницы одного сайта шли друг за другом подряд. В случае, если нам надо равномерное распределение по всей базе, то, естественно, намного логичнее использовать хэш. Итак, вот у нас есть очень много урлов. Значит, посмотрите на них внимательно. и скажите, кто из них будет, значит, сколько всего документов из этого множества будет у нас лежать в базе. Можете рассуждать вслух. Это будет даже лучше. Будет. Все они отдают 200, если что. Ну, почему-то мне кажется, что, ну, вот внизу, да, не, наверное, на русском и латинице, это один и тот же документ, да? В смысле, вот эти два? Да. Ну, почти. Нет. А, и вот, смотрите, в четвертом блоке первые два, ядрисмузы у нас совершенно совпадающие. А, нет, они все совпадающие. А, нет, они все совпадающие. Схема сейчас. А, ну, дело, что, например, вот как бы, по идее, бы все, например, группы совпадающие, то есть, или практически, или совсем. Ну, то есть, надо их к какому-то и общему номинатику привести. Да, и тут мы плавно подходим к тому, что нельзя брать URL, как он есть, и класть его в базу, его надо как-то нормализовать. Значит, как мы его нормализуем? Значит, о том, как выглядит URL, вот еще раз напоминаю, есть RFC. Значит, во-первых, RFC есть, который описывает, как правильно должны выглядеть домены. То есть, один из URL, которые там указаны, домены RF, он невалидный. То есть, .rf, нет таких сайтов там, не регистрируются они. Значит, соответственно, этого URL у нас не будет в результатах. Дальше. Все URL должны обязательно быть в ASCII кодировке. Соответственно, в случае, если там встречаются какие-то национальные символы, они должны быть соответствующим образом преобразованы. В случае, если национальные символы встречаются в пути или в квери, то используют так называемый person-encoding. Когда каждый символ заменяется на процент и его код, соответственно. Вот пример на питоне, как прям в консоли, можно трансформировать слово пони вот в такой запрос, например. Дальше. В случае, если национальные символы встречаются в доменном имени, то там используется уже не person-encoding, а поникод. Это вот другой способ закодировать, например, кириллицу в ASCII символы. Кроме того, если мы вернемся назад на весь список, вы увидите, что пони вообще на самом деле здесь три, да? То есть два из них с person-encoding. Но при этом второй — это CP1251, представленный в виде person-encoding. Существует такое негласное соглашение, что вообще-то урлы должны быть в УТФ-8. То есть вот из этих первых трех только первый действительно тот, который нам нужен, нормализованный. Но, соответственно, некоторые веб-мастера делают сайты полностью заточенные по CP1251, и вот с них приходят вот такие вот странные ссылки. Значит, как с этим разбираться, как бы это полностью решает тот, кто создает поисковый спайдер, то есть нужны ему эти документы, не нужны и так далее. Ну, соответственно, вот из первого и последнего блока у нас по одной странице пойдет. Дальше. В урлах есть так называемые UTM-метки. В query-части специальные метки, которые абсолютно игнорируются сервером и не влияют на то, какой контент отдаётся, но сохраняются в логах и учитываются веб-мастером для того, чтобы оценить, как проходила успешно или неуспешно в той или иной рекламной кампании. То есть, например, все урлы, которые располагаются на определённом сайте, будут возвращаться назад с UTM-меткой, которые указывают, что они пришли с этого источника, например, или из письма. И, соответственно, если их обрезать, убрать, то мы увидим, что вот у нас здесь остаются одинаковые урлы, соответственно, выкидываем их так, как они могут быть далеко не одинаковые, значит, в зависимости от источника будут меняться, нас интересует только сам контент. Дальше. Соответственно, 3W. Это наследие старого мира, то есть такая метка, которая показывает на то, что вот этот сайт, значит, находится в глобальной сети. Ну, сейчас, очевидно, все сайты у нас находятся в глобальной сети. Значит, это такая условность, которая до сих пор сохраняется некоторыми, но на самом деле уже не нужна. Ну, вот у некоторых странное поведение. Например, если к Яндекс.Музыке запросить любую страницу с припиской 3W, то он отредиректит нас на корневик. А такой замечательный сайт, как OpenNet, по обоим запросам, значит, и по VVV, и просто отдает контент 200, но, к счастью, одинаковый контент. Значит, в итоге, смотрим, значит, у нас из последнего блока, В общем-то, без разницы, ВВ или не ВВ, берем, например, тот, где его нет. И в этом случае первые два, конечно, не различаются на ВВ, но вот там слэш в конце — это другая условность, которая, в общем-то, тоже решается на уровне нашей нормализации урла. То есть хотим мы видеть слэш на конце простого пути или не хотим. Ну, допустим, хотим, берем вот такой. Либо могли бы взять первый. Дальше. Кроме того, что мы просто будем вот так нормализовать урлы и уже тем самым сократим тот объем, который нам надо хранить, надо еще как-то решить вопрос с зеркалами. Значит, что такое зеркала? Зеркала — это сайты, которые находятся на другом доменном имени, но при этом большая часть контента у них совпадает с неким исходом сайта. Значит, в чем могут быть причины? Ну, во-первых, она здесь не учтена. Это плагиат, но это не будет являться зеркалом. То есть просто кто-то скопипастил полностью сайт. Значит, именно разумно созданные зеркала, которые создают тот самый вебмастер, которому принадлежит и оригинальный контент, делают это с такими целями. Во-первых, защита от падения. Если основной сайт упал, всегда есть зеркало, на которое можно прийти. Значит, защита от блокировок. Вот, например, все знают проблемы с лурком, когда его блокировали везде, где только можно, но он каждый раз, как гидр, отращивал новую голову, новый домен, где можно было спокойно почитать статьи. Значит, кроме того, дорогой внешний трафик. В случае, если это, например, какая-то достаточно крупная организация, и трафик наружу в большой мир достаточно дорогой, то локально у себя они поднимают сервер с данными какого-нибудь сайта, который периодически синхронизируется. То есть точность 80% позволяет делать это не реал-тайм, а периодически. Соответственно, для нас это на самом деле проблема. То есть сайты эти вроде как разные, но контент на них одинаковый. И нам пользы они не несут никакой, кроме того, что они занимают у нас место. Значит, с этим надо как-то бороться. Точно так же, как с плагиатом. Бороться мы будем опять-таки с помощью дубликатов, и это будет другая лекция. Теперь поговорим про наш ходуб, тот, который используется в Mail.ru. На самом деле с числами я немножко промахнулась. У нас порядка 12 петабайт данных, в которых лежат 50-70 миллиардов документов. Значит, это много. Для хранения мы используем опачевый ходуб, значит, и обработка всех этих данных идет на тоже опачевом HBase. Значит, в этой связке у нас и работает хранение документов. Именно как хранятся они, то есть мы храним контент действительно по хешированному урлу. То есть мы посчитали, вначале мы хранили именно группами внутри сайта урлы, но потом поняли, что это невыгодно с той точки зрения, что надо очень аккуратно балансировать таблицу. Поэтому мы перешли на хеши, и, в общем-то, горе не знаем, это идеальная система. Ну, кроме тех случаев, когда надо выбрать все урлы с сайта. Но это очень редкие кейсы. Значит, но не только HBase все ограничено, на самом деле. Есть очень много других новой SQL-систем, которые позволяют хранить документы. У каждой из них есть свои плюсы, свои минусы. То есть начиная от того, какие языки программирования они поддерживают, и заканчивая тем, как именно там организовано хранение. То есть, например, аэроспайк полностью кивель у хранилища, которое держит все в памяти. То есть если вы можете себе это позволить, там небольшие какие-то запросы, небольшие данные, то да. Для документов это не особо подходит, потому что документы все-таки достаточно большие. Ну вот для документов подойдет, собственно, например, HBase и Mongo. Очень неплохо будет смотреться. Значит, в целом универсального ответа, что именно использовать, нет. То есть каждая организация, которая использует какую-то свою систему хранения данных, будет нахваливать именно ее. И пока вы не попробуете, вы не поймете, какие плюсы и минусы. Соответственно, очень часто они появляются там, где их абсолютно не ждут. Ну, не зря же Google взял и написал, собственно, свою систему хранения, BigTable, поняв, что вот все то, что предоставляется снаружи, им не подходит. Итак, какие у вас есть вопросы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!